Рубль будет укрепляться. Я это говорил и продолжаю говорить. Поэтому, что касается, условно говоря, на территории России, вам ничего не угрожает. В мировом сообществе, да, конечно, здесь будет сложно. Я тоже неоднократно говорила о том, что у доллара и евро есть проблемы, особенно у евро. Это я тоже повторюсь. И также я говорила, что в этом году произойдет узаканивание криптовалют и цифровых валют. И к концу 2023 года, к декабрю 2023 года, мы будем наблюдать переход на новую формацию экономики. Я это говорила, подтверждаю до сих пор. И вот вы видите, собственно, сами это, что уже в июне по восьмерке Пентаклей, 8 Пентаклей, напомню, это перестройка, начнется глобальная мировая, видите, мировая перестройка во всем мире. Я думаю, что вот эта санкционная политика, которая связана с необходимостью закупать рубли, на рубли покупать газ, оно вынудит страны, и нашу в том числе, создать какую-то некую общую цифровую валюту, которая не будет привязана к каким-то кививалентам. И вот это уже в ближайшее время начнется, и это единственный шанс избежать войны, если страны об этом договорятся. Я уже говорила о том, что с российским рублем и вообще с экономикой России ничего не произойдет, что мы перестроимся на новую формацию. И даже с учетом того, что будут вводиться какие-то цифровые технологии, цифровые рубли, может быть, даже будут вводиться какие-то совместные платежные системы с странами-союзниками, для российских граждан, для российского внутреннего бизнеса никаких потрясений не произойдет. Проблема будет происходить только с теми, кто ориентирован на иностранную валюту. И как мы тоже уже ранее, еще с 2018 года говорили, я крайне рекомендовала не вкладывать деньги ни в доллары, ни в рубли, и, конечно же, не заниматься вот этими криптовалютами. Криптовалюту уже в ближайшее время возьмут под контроль, и она станет такой же официальной, такой же государственной, как и другие валюты на территории России признаны. Что будет происходить в мире финансов, судьба доллара, криптовалют, блокчейна? Странно, что не спрашивайте про евро. По поводу евро я говорила о том, что первая валюта, которая будет распадаться, и это произойдет до конца 2023 года, прогноз действует у меня с 2018 года. Так вот, евро будет первая валюта, которая будет распадаться. И, честно говоря, уже сегодня видны предпосылки к этому, потому что некоторые европейские страны открыли торговлю между друг другом уже в своей коренной валюте. То есть потихонечку уже как-то этот момент упускается. Поэтому первым очень высока вероятность не то, чтобы рухнет евро, он просто, скажем так, исчезнет из оборота. Следующим этапом, конечно же, будет доллар. И мы уже тоже говорили с вами неоднократно о том, что в ближайшее время, а именно до конца 2023 года, абсолютно весь мир перейдет на цифровую валюту. Как она будет реализовываться через блокчейны, криптовалюты, я в этом не специалист. Я не имею экономического образования, все, что я вижу, что деньги, как наличные деньги, уходят из оборота. Мы получаем по 21 аркану, мои студенты меня понимают, цифровой эквивалент денег. Много вопросов по поводу того, в каких эквивалентах держать денежные средства. Напомню еще раз, что с 2018 года во время прямых включений, во время прямых, когда у нас еще это было допустимо, лекции, которые проходили у нас в Москве, в Екатеринбурге, в Уфе, в Санкт-Петербурге, где я только не читала лекции, везде на вопрос о том, в каком эквиваленте держать деньги, я всегда говорила исключительно в рублях, исключительно в наличном обороте. Я всегда выступала против того, чтобы люди держали деньги в каких-то цифровых эквивалентах, биткоинах или, скажем, если говорим о долларах, евро и других валютах.